Иванович, знаете, в приемной Держадминистрации? Что это такое? Нина, знаю. Знаете? Вадима... Родин, который пропуски дает и... Да нет, это все не то. Да, ну я понимаю. Да это не все не техождение. Вы знаете ситуацию, я ему рассказывала. Это Держадминистрация. Да это все, я там у них ходил везде. Да, я тоже. Не-не-не-не, они нас считают за дурачков. Нет, это в том, что я хотела Круглову. Ну и шо? Ну я был у Круглова. А, вы были? Ну и ж ничего. Ничего не сказал? Ничего. Сказал, милиция борется, все. А я ему в коридор говорю, Николай Петрович. А вокруг там куча народу. Я говорю, милиция борется. Это как раз тогда, кстати, когда вы мне говорили эти адреса. Я тогда был у Круглова. Понятно. Значит, записали эти телефоны? Да, записала. Значит, адъютанты, я думаю, они как минимум полковники, ну и как минимум майоры. Как минимум майоры. Они сейчас очень захотят ситуацию как бы менять. Очень. Дай бог. Ну вы же докричались, это же вы докричались. Ну да. Я им накаркала. Да. Я там такой разгон давала везде. Я думаю. В главной прокуратуре, и в СБУ, и в главной милиции. То есть я сходила всех. Я говорю, ну подождите, твари. Я им сказала, вы твари. Вы не люди, вы тварюки, которых надо уничтожить. И я вас вторую вместе с этой наркомафией. Вот побачите. О, они, мабыть, неужели они подумают, что это я? Ну, вы мне как-то позванивайте, вы мне позванивайте. Вы там сильно... Вы хоть... Я им хорошо это самое. Вот, наверное, подумаешь, что это я их и урыла. Ну позванивайте, они... Позванивайте, позванивайте. Хорошо, хорошо. Я вам скажу, я же мы были там на этом собрании. Ну, со всей Украины были общественные организации, которые занимаются этими вопросами. Николаево, Одесса, Херсон и Львов... Мы не взяли. Николаево, Одесса, Херсон и Крым был... Только было нас двое с Николаево, все. Ни с Одессы не было никого, ни... Понятно. Ну, правда, один парень сидит сейчас с Одессы. С Одессы. Костарев, Алексей. Знаете, что... Ну. Ну, значит, я еще чего звоню. Вы мне позванивайте хотя бы там раз, два, три дня. Нет, хорошо, хорошо. Раз, два, три дня. Я буду ставить вас в известность. Ну, да, как у вас там здоровье, как ваши дела. Да, я вам говорю. Я такого шороху навела последний день. Это ж мы с вами уже год не виделись. Я ж к вам приезжал с арбузом тогда. Ага. Ровно год прошел. Ага. Ничего себе. Ровно год прошел. Да. Ну и вот. Вы знаете... А Толика Буханца знаете координаты? Толя Буханец. А кто такой? А он сейчас начальник Ленинского... Поменяли же там начальника вашего района, Ленинского. Ленинского? Да. Да, тоже моя работа. Обнона. Ну, наверное, же ваша. Я там... Они же меня штрафовали, чтобы вы знали. Телефон знаете его? Нет. Ну, записывайте. Начальник, он сейчас начальник обнона. Но они какое-то время же еще до расформирования, у них еще что-то там еще остается. Они же меня штрафанули вместе с ментами. Менты наши ленинские сделали подставу. На меня документы, что это самое, что я их напрасно вызываю, понимаете? Ну да. Они вместе с ленинским этим расспелком звали меня. Красавцы. А что же вы мне не звоните, ничего? Я это самое... Что вы мне перестали звонить? Я не знаю, где вы и... Вы что думаете, что я испугался? Ни хера я их тварей не испугался, но... Ну, блин, у меня просто... Раз, когда звонила, вы такой расстроенный. Ну, расстроенный с наркоманом жить в одном дуре. А, нет, я понимаю вас. Но как-то вы так упали духом, что я вас вызывала. Ну, упали. Вы, наверное, устали. Когда упал? Да нет, я буду этим заниматься всю жизнь. Да? Конечно. Ну, хорошо. Ну, я им там такое возвела, я написала чайки на них и всех, и сказала этому ленинскому располкому. Я урою вас, тварь, урою, потому что вы не люди. Почему меня не вызвали, не спросили. А взяли меня, оштрафовали. И что, оштрафовали? Вы что, заплатили штраф, что ли? Я не платила, они с пенсии удержали. Вот сволочи. Так пишите, пишите эту вот, а какую сумму? Они меня оштрафовали на 100 гривен, а удержали 140, как пересылка и прочее. А апелляцию поздно уже написать? Короче говоря, я занялась этим вопросом. Так займитесь. Я ходила в прокуратуру, везде написала на них это. Что там будет, я не знаю. Вернут они, не вернут. Но я им, и Ленинскому располком, и я была там два раза в них. Дала им этим всем прочтено. Гранатурова пишите этот вот. Гранатурова не было, он в отпуске. Уже есть. Пишите его мобилку. Я приду к нему, если он есть. Мобилку его пишите. И вот так в двух словах ему. Сначала оставьте ему письмо, вот то, что вы сейчас говорите. Ага. А потом... Я ему вообще не написала. Не, ну чтобы не по телефону ему рассказывать детали, потому что у него в голове там куча вопросов. Ну я понимаю. Чтобы детали ему не рассказывать по телефону. Ага. Сначала ему письмо, а потом, говорите, получил он, прочитал он его или нет. Это как бы такая форма, форма. Ну он ненавидит наркобарых. У него сын в СБУ работает, знаете? Нет. Я вам говорю. У него сын работает в СБУ. Ага. У меня внук хочет в СБУ работать. Ну. Он закончил университет в этом году. Но надо в армию идти, потому что без армии не берут туда. Он готовится идти. Ну когда я буду начальником отдела кадра СБУ... Давайте, давайте. ...то я вашего внука. А я хочу... Я когда была в СБУ говорила. А я хочу, кстати, вам сказать, они же формируют... Они будут формировать здесь... Так он уже что закончил у вас, внук? Он закончил Сухомалинского университета. У него история и право. Все. Считайте, что он уже работает в этом отделе в Абноне. Да. Но мне сказали, надо в армию. Мне уже нет офицей. А, в армию, конечно, надо обязательно. Потому что у них нет военных как. Все, пусть идет в армию. Да, да. Вот это он идет в армию осенью. А вы за это время познакомитесь с этим Владимиром Андреевичем... Ага. ...Мирошниченко. Ага. Познакомитесь с ним прямо. И они же здесь вот такие все будут отделы, которые не подчиняются ментам. Они будут подчиняться непосредственно на Совету Министров. На Януковича будут выходить. Понятно. Но нам придется будет голосовать за Януковича. Поживем, увидим. Пойдете на такие жертвы? Нет. Никогда. Ну, вы тогда скажете, что вы в этот день заболели. Хорошо? Я... Нет. Я буду голосовать за того, кого я считаю нужным. А это мое право. Хорошо. Гайно. Да я пошутил. О чем вы говорите. Значит, они будут... Они будут... Ну, как во всем мире. Во всем мире с наркотиком борется не полиция. Там есть отдельные ФСБш, по-моему, как это они называются. Ну, я не помню, как они называются. Которые не подчиняются. Они подчиняются напрямую президенту. Потому что это национальная угроза безопасности страны. Они не могут подчиняться ментам продажным. Ну, вы знаете... Да во всем мире менты продажные. Во всем мире. Да, еще и какие. Еще и какие. Поэтому... И как я их оскорбляла. Как я их... Ну, я догадываюсь. Это вообще... Я говорю, я вас урою всех. Посмотрите... Ну, поэтому тем более... Я вас еще раз прошу. Тем более в три дня мне звоните и спрашивайте, как мое здоровье. Хорошо. Договорились? Да. Так, что еще хотел сказать? Ну, вот... А, я вам хотел телефон Гранатурова дать. Сейчас дам. Да, вы же мне дали его. Какой я вам? Гранатурова. Да, Гранатурова вы дали. Да, ничего я вам не давал. Вы не... Да, дали. То я вам Толика Бухонца дам. А, Бухонца Толика, да. Не перепутайте. Ага, да.